Доброе утро на РБК ОФА. Региональные новости. Меня зовут Маргарита Гафарова. В Башкортостане в ходе реализации нацпроекта «Демография» в 2020 году появится 22 детских сада. Одно из первых дошкольных учреждений открылось в Кузнецовском затоне Уфы. Оно будет действовать в качестве второго корпуса детского сада номер 150. Заказчиком выступил Фонд развития жилищного строительства республики. На возведение объекта было выделено 49 миллионов рублей, из них более 35 миллионов – федеральные средства. Еще 9,5 миллионов выделила республика. Детский сад рассчитан на 64 ребенка, при этом в очереди стоят свыше 200 детей. Разгрузить дошкольные учреждения позволит строительство в микрорайоне нового детского сада на 260 мест. Мы предусмотрели у нас гибкий график посещения, то есть мы будем стараться обеспечить всех деток, которые встали на очередь с полутора до трех лет в нашем детском саду. Для этого предусмотрены у нас уже и средства, и силы, скажем так, что мы будем стараться обеспечивать весь наш микрорайон. В дальнейшем при строительстве нового детского сада, который будет строиться в районе микрорайона Ленты, наши детки будут переходить туда. Строительство еще одного детского сада в Кузнецовском Затоне начнется уже в этом году. Сдать его рассчитывают в четвертом квартале 2021 года. Начнется возведение детсада и для жителей поселков Баланово и Новоалександровка, и еще двух объектов Всепайлова. Всего к 2025 году в Уфе запланировано построить 38 новых детских садов. На сайте столичной мэрии опубликовали информацию об изменениях в схеме дорожного движения. По улице Гафури на участке от улицы Красина до Достоевского открыто двустороннее движение. Напомню, ограничение было введено два с половиной года назад в связи со строительством жилого дома, и снять его планировалось только в 2022 году. А вот на участке улицы Красноярской движение транспорта закроют до конца 2021 года. Это связано также со строительством многоквартирного дома. Запрещающие знаки появятся на участке от створа жилого дома номер 40 до створа дома номер 30. 62% россиян планируют покупать квартиру в новостройке, четверть жителей рассматривают предложение на вторичном рынке, а 13% еще не определились с выбором. Райфайзенбанк проанализировал, как россияне рассчитывают свои финансовые возможности на решение квартирного вопроса. В число 17 городов, в которых эксперты провели опрос, вошла и Уфа. Респондентами стали 2000 человек, преимущественно женщины в возрасте 26-35 лет, с уровнем дохода от 30 до 60 тысяч рублей в месяц и минимум одним ребенком. Среди опрошенных не оказалось ни одного, кто готов купить недвижимость, заплатив всю сумму сразу. Почти 90% собираются брать ипотеку, остальные склоняются к потребительскому кредиту. При этом 64% горожан для внесения первоначального ипотечного взноса планируют воспользоваться накоплениями. Следующий по популярности варианты. Ипотека под залог имеющейся недвижимости, где можно обойтись совсем без первоначального взноса. Материнский капитал. Кроме того, люди в Уфе выбирают для формирования первоначального взноса продажу имущества, автомобиля, комнаты, дачи. 10% готовы взять на эти цели потребительский кредит. Но этот вариант, на мой взгляд, не является правильным. По словам Ирины Ярыговой, на ипотеку в среднем копят от 2 до 4 лет, откладывая ежемесячно примерно 20% своего дохода. При этом мужчины более склонны к риску. Они в два раза чаще женщин инвестируют накопленные средства. В Башкортостане подорожали шоколадные конфеты и карамель на 1,3% и почти 3% соответственно. Также немного повысилась цена на печенье и хлебобулочные изделия, сообщает Башстат по данным выборочного еженедельного мониторинга. А вот яблоки, гречневая крупа, яйца и творог, напротив, сбавили в стоимости. Такая динамика цен не радует сладкоежек, но может стать поводом отказаться от злоупотребления десертами. Как избавиться от сахарной зависимости и начать питаться правильно и вкусно, расскажет модель, автор марафона и одноименной книги «Могу без сахара» Урсула Ким. В этом году стартует уже четвертый сезон ее проекта, который длится 21 день. Ровно столько времени необходимо, чтобы выработать новую привычку, считают ученые. В Уфе эксперт выступит на первой ЗОЖ-конференции Health and Saturday 15 февраля. Я выступлю на ней и расскажу вам о том, как не только начать вести здоровый образ жизни, но и продолжить делать это с удовольствием, без мучений и в кайф, чтобы получать от него удовольствие. Поговорим об этом, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Приходите. ЗОЖ-конференция Health and Saturday состоится в Краунф-Плазу Уфа Конгресс-Отель, кроме Урсулы Ким. В качестве экспертов также врач-терапевт, основатель школы здоровья Регина Доктор и фитнес-мотиватор Юлия Смольная. Они расскажут, как худеть без чувства голода и выработать осознанное отношение к привычкам. И коротко о событии, которое состоится уже сегодня. На консультации, которую подготовила Ассоциация Организаций Предпринимательства, обсудят юридические вопросы ведения малого бизнеса. Напомню, цикл бесплатных встреч для жителей республики, желающих открыть свое дело, запустили в рамках реализации нацпроекта. Зарегистрироваться надо заранее. И в завершение выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро растут, американская валюта поднялась в цене на 67 копеек. В итоге курс 63 рубля 47 копеек. Евро плюсует 55 копеек и 69 рублей 63 копейки. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке Финам по 63 рубля 62 копейки. И продажа в записи Комбанке по 63,80. Наиболее выгодный курс покупки евро также в банке Финам по 69 рублей 72 копейки. И продажи в Запсип Комбанке по 70 рублей ровно. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова